Я слышал, что Вы сказали, что всё, что мы делаем, мы должны делать с намерением доставить наслаждение Творцу. Даже если мы чистим зубы, кушаем, идём пешком. Вопрос такой, какая связь с десяткой, с группой? Как я могу связать эти желания с группой вообще? Что каждое действие, каждое мгновение, когда человек выполняет, что-то проходит через него, он формирует и направляет на Творца. К Творцу, потому что он получает от Творца. И так все мы должны быть направлены на ту же работу, быть в тех же стремлениях, быть в том же намерении. На Творца это можно направлять. Скажем, я могу представлять себе, что я доставляю ему наслаждение. Но какая связь? Я не понимаю, какая связь? Я чищу зубы, есть такое желание, или пошёл погулять. Какая связь с десяткой? Как я могу их ввести? Вся десятка, если она будет таким образом направлена на Творца, каждый из десятки, этим вы уже вместе соединены со своим единым источником. Вы уже все соединены с одним источником. И тогда то, что происходит, это... Тогда происходит, что вы уже, как написано, «И в нём возрадуется моё сердце», что благодаря тому, что вы стремитесь к единому источнику, корню, вы начинаете чувствовать по-настоящему связь между вами. Мы не очень чувствуем связь между нами. Вы поёте, обнимаетесь. Это прекрасно, но это не является настоящей связью. Мы говорим о связи, которая приходит через Творца, что Он является нашим источником, что всё от Него, от Него мы всё произошли. И поэтому, когда мы хотим соединиться с Ним, мы также чувствуем вот это вот стремление соединиться между собой. Мы можем, конечно, стараться соединиться между собой, но это будет такое как бы усилие. Это хорошо, если мы будем это делать, но не более того. Всё равно объединение, верное и правильное объединение — это тогда, когда каждый старается быть в слиянии с Творцом, и в слиянии с Творцом там мы раскрываем товарищей на пути и соединяемся с ними. В конечном итоге, в нём мы, в общем, соединяемся между собой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok